Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский От Харбина до Леояна 22-23 июня Продолжение После обеда мы осматриваем поезд Очень скромный, очень практичный и очень дешевый 150 рублей вагон Система устройства инженера Заводовского Считающаяся самой практичной В Петербурге я видел систему инженера Монтвит-Монтвижа В таком же роде и та же цена Конечно, такой поезд по элегантности, красоте и роскоши Не может и в сравнении идти с белыми поездами государыни Александра Феодоровны То поезд красавец Но вместимость его при том же количестве вагонов 120 больных Поезд, на котором мы едем, совершает третий рейс В первый раз он провез просто больных Во второй раз 150 больных и 109 раненых Большинство больных желудочные Кого повезет теперь этот поезд и откуда? Об этом узнаем у семафора на станции Леоян Сейчас привезут вам 257 человек из отряда графа Келлера Раненых 22-го ночью Был бой? Да Где? Между первым и вторым этапом Верст 50 отсюда на восток По направлению к Долинскому перевалу Вы не знаете подробности боя? Нет Я узнаю их вечером от Лыки Лыка с Сергеем Ивановичем на первом этапе на Хаяне живут А бой был между Хаяном и Лянда Танем Там, где второй этап Рассказ о боя Лыка слышал от многих очевидцев Здоровых и раненых от офицеров и солдат В ночь на 22-е, кажется, два полка наших По заранее сделанной рекогностировке Пошли в обход нескольким выдвинувшимся батальоном японцев Но японцы ко времени прихода наших войск Отступили за шесть верст Уничтожив передовые отряды, войска наши двинулись вперед И в шести верстах действительно атаковали неприятельскую роту в штыки Рота была почти вся уничтожена Но в это время стало уже расцветать На помощь роте явилось несколько полков И наши войска начали отступать на свои позиции Как всегда, во время отступления и были понесены самые большие потери Отступали наши по долине А в них стреляли со всех сторон Все горы, все сопки заняты были цепью стрелков Раненых привезли около двухста пятидесяти человек Ранен, между прочим, полковой командир 11-го полка В него попало несколько пуль Одна в живот Лыка его видел Он пластом лежал на носилках И солдаты ложечкой вливали ему в рот чай У одного солдата рана в пятку Ближе к центру ступни Должно быть, ты высоко ноги поднимал Если пуля угодила тебе в это место Так точно! Шибко бежал! Замаялся животом, а тут стал товарищей догонять Курьезный эпизод уже после боя Один из подрядчиков в обществе нескольких человек Влез на сопку и стал объяснять Где и как происходил бой Вот где были японцы, говорил он, показывая пальцем И как раз в это мгновение В этот его палец попала японская пуля Японцы, сказал подрядчик Осматривая свой так неожиданно пробитый палец Очевидно, учат нас и манерам Показывать пальцами действительно ведь не принято Ну что же это, спрашиваю Лыка Как же это произошло, что мы не нашли японцев? Плохая, что ли, рекогностировка? Черт их знает Вероятно, и с их стороны была такая же рекогностировка Более поздняя И они догадались о ночной атаке Они все знают У них шпионы китайцы Кули и они сами Теперь отрастили косы не узнаешь их Особенно из северных провинций ихних Высокий ростом в косе, в китайском костюме А ведь без китайцев и наша армия обойтись не может Все работы и перевозки исполняют китайцы Японцы говорят и по-китайски, и по-русски И как воздух, они везде А бритый громадный лык, красный, как тампаковый самовар Разводит руками и с угнетением говорит И черт их знает, что это за народ Нигде в них не воткнешь Очень хитрые они Нам Сергей Миванович много интересного Рассказал один гвардейский офицер, который перевелся сюда в казачий полк Он семнадцать дней с одним казаком был между ними По нескольку дней не ели Ночью пробираются, а днем где-нибудь лежат Когда-когда выпросят у китайца какой-нибудь ихней пищи Раз зарылись в камнях и весь день так пролежали В нескольких саженях от них шли японские войска Ну, идут и идут Сегодня здесь, завтра там Значки все обернуты, части перепутаны Ничего нельзя разобрать И языка не понимают Ни китайского, ни японского Ходят, как немые, глухие Но как же Сергей Иванович живет там? Что Сергей Иванович? Как вечер придет, на этапе соберется офицеров Человек десять-пятнадцать Раненые те вперед Другие назад, переночуют и дальше А Сергей Иванович все на месте Всех слушает, разговаривает Пивом, вином поет А бутылка пива полтора рубля Из двух бутылок одну непременно надо выбросить В долгах уедет Сергей Иванович Все уедут в долгах Сто рублей здесь не деньги Пойти на чай в гости к какой-нибудь здешней даме Выпить с ней шампанского Вот и сто рублей Я каждую копейку считаю И к дамам не хожу и не пью А десяти рублей и не видишь Лыка безнадежно машет рукой Одни в долгах уедут А другие миллионы увезут Кто? Подрядчики разные Кто здесь успел ознакомиться с условиями жизни Тот и наживет Из китайцев много их И лучше всего китайцу подрядчику Потом просто подрядчику А в третьем номере уже инженер-подрядчик Почему? Лыка пожимает плечами С китайцем проще всего Его и ударишь Вот как кончится война Подсчитать бы, что стоит здесь перевозка японцам и нам Я думаю так В среднем перевезти 100 верст Здесь стоит с пуда 10 рублей В пять раз дороже, чем из Петербурга И все-таки не перевезешь Грязь по живот Сама себя лошадь не везет По воздуху только летать остается И кули японские не помогут Я не знаю, что здесь будет во время дождей Как я понимаю Или японцам надо до дождей занять ляоян Или отступать как можно скорее к морю Иначе с голоду умрут А ляоян что им поможет? Из Инкоу по реке хоть 10 миллионов пудов всяких продуктов привезут Поэтому на днях я жду или большого сражения около ляояна Или отступления японцев к морю Вы хорошо ознакомились с положением Почему? Знаете, например, значение ляояна? Я человек не военный Штатский Подрядчиков военных наслушаюсь У Сергея Ивановича делать нечего Вот и думаешь потом Как? Что? Почему? Ну и что же? Мы победим? А как же иначе? Придут войска, победим, конечно А ну вот, как говорят военные Стратегия требует сразу много войск выставить Потому что если по одному выставлять То всех перебьют И тогда война выходит Самая скорая и самая дешевая А по тактике, когда уже сражение необходимо В бой надо как можно меньше пускать И наоборот, резервов как можно больше держать Так говорят Скоро опять думаете в ляоян? Как начальство Сергей Иванович приедет? Хотел в воскресенье приехать Тогда я с ним приеду к вам Непременно приезжайте И знаете Говорит Лыка уже в дверях Перевозит с потери до 50% Самый честный офицер как раз под суд и угодит Ему что, акты составлять? А тут как раз половина Я вот тоже хочу как-нибудь в транспорты Транспорты в руках интендантства? Нет, у генерального штаба У вас нет знакомых? Из заведующих транспортами? Нет, никого Я отправляюсь на вокзал узнать Не пришли ли вагоны Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok